Молочные фермы, квадратные метры и торговая марка. В стране будут собирать телевизоры для популярного российского маркетплейса, что утверждает онлайн-ритейлер. Покажи привет. Красавец. И за это сражались наши деды. В Бавруйске задержана группа молодых людей, которая продвигала идеи экстремизма и неонацизма. Я был привлечен к административной ответственности за распространение нацистской символики. Сейчас я понял, что был неправ. Какова цена победы? Золотые руки. В Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Этот праздник, лично для меня, он как Новый год. Как преобратится город в 2023-м? Горошек снова в моде. Магазины пополнились новыми коллекциями. Представлена мужская коллекция, большой ассортимент мужских товаров. Что с чем носить этой весной? Шаткая экономика, цветущая сакура и пенсионная реформа. На улицы Франции вышли более 3,5 миллионов человек. Сколько задержанных? Вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть на особом контроле. Об этом президент заявил на совещании с силовым блоком. Александр Лукашенко прокомментировал задержание террористов в Гродно. Спецслужбы, подчеркнул белорусский лидер, сработали блестяще. И обратил внимание, ситуация стала очередным сигналом. Необходимо быть готовым к любым событиям. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве, и когда со стороны террориста применялись гранаты и стрелковое оружие, автоматическое при том, не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля. В целом, как доложили Александру Лукашенко, криминогенная ситуация в стране контролируемая, сократилось количество убийств. Но это вовсе не повод расслабляться, подчеркнул глава государства. Опасения вызывает мошенничество в сети. Потерпевших стало в два раза больше. Дополнительное финансирование, арендное жилье и мгновенное пепелище. В Беларуси начался сезон пала травы. Сколько пострадавших? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Белорусские фермерские хозяйства могут рассчитывать на допфинансирование. Предпринимателям доступен займ на сумму не более 555 тысяч рублей сроком до пяти лет под 5,5% годовых. Деньги предоставляются на строительство, приобретение зданий и оборудования, транспортно-закупку комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг. Почти 6 тысяч квартир возвели в стране за два месяца. Около половины предназначено для нуждающихся. Активно идет строительство и в сельских населенных пунктах. За январь-февраль введено в эксплуатацию более 239 тысяч квадратов. В планах увеличить и количество арендного жилья. Политика государства здесь неизменна. Нужно обеспечить достойную жизнь каждому белорусу. В стране начался сезон пала травы. Зафиксировано более 200 случаев. Это опасно не только для природы, но и для людей. Уже травмирован один человек. Причинами таких пожаров, отмечают сотрудники МЧС, становятся человеческая беспечность и легкомыслие. Выжигание сухой растительности строго запрещено. За нарушение грозит штраф до 1110 рублей. В МНС напоминают о необходимости уплаты налогов. В частности, блогерам, которые ведут свой собственный аккаунт на интернет-площадках Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и получают доход от рекламы. Здесь же прибыль от продажи курсов, уроков, тренингов и вебинаров. Декларацию необходимо предоставить не позднее 31 марта 2023. В Беларуси будут собирать телевизоры для популярного российского маркетплейса. Под собственной торговой маркой он также планирует продавать ноутбуки, холодильники и блендеры. Планируется, что через несколько месяцев появятся планшеты и смартфоны. Тестовые поставки и продажи электроники уже начались. Онлайн-ритейлер утверждает, спрос превзошел ожидания. На страже чистоты и комфорта. В Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Именно благодаря им в наши дома поступает тепло и вода. А на улицах уют и порядок. Отрасль модернизируется, внедряет современные механизмы и технологии. Какие, расскажет Ольга Васенда. С приходом весны в городе полным ходом ведутся работы по ямочному ремонту. В смену выходит несколько бригад по четыре человека. В помощь сотрудникам ДЭПа два новых рециклера асфальтобетона. Мобильные установки делают литую смесь при температуре 160-200 градусов. После горячим материалом устраняют недостатки. Уже сделано больше 1100 квадратных метров. Придет около четырех часов подготовка в смеси. И потом примерно в столько же времени идет уплатка. Грузоподъемность 3200 килограмм. В смену порядка 15-16 квадратных метров асфальтобетона можно произвести литого. Гагарина, Комсомольская, Пролетарская, Октябрьская, Ковзана, Садовая, Социалистическая, Биржинского, Батова, Карла Маркса и Ченгарская. Такой план на 2023. Здесь специалисты заменят асфальт, а на Урицкого и Минской продолжат ремонт тротуаров. Уже ведутся работы по грейдированию грунтовых дорог. Их в городе почти 200 километров. При благоприятных погодных условиях мы производим профилирование проезжей части в частном секторе грунтовых дорог. После зимы, чтобы не было ям. В 2021 году была приобретена техника, два новых грейдера. На сегодняшний день в предприятии три грейдера. Они работают согласно графику. При температуре от плюс пяти на улице выезжают Магистраль и Бродвей. Машины убирают дороги после зимы. В ход идет листва, мусор и песок. Заправляют технику водой. Так образуется меньше пыли. Во дворах коммунальщики обрезают деревья. За вывоз веток отвечают трактористы. Сергею Усик в этом деле уже 30 лет. Профессии у меня больше нет. Водитель и тракторист. Работал на старом раньше. 10 лет отработал на старом тракторе. Вот пришли два новых. Один мне дали, один еще мужику. Так и работаем. Кипит работа и на Лыньково 33. Панель на девятиэтажке больше 40 лет. Капитальный ремонт здесь проводят впервые. В планах заменить кровлю, теплосети, канализацию, обновить фасад, отремонтировать крыльца, благоустроить двор. Срок до июня 2023-го. Всего за год специалисты планируют освежить 21 дом. Согласно решению Бобруйского горисполкома, Кубжеу Пермайского района назначено исполнителем услуг по капитальному ремонту на 2023 год по жилым домам улица Рокоссовского 58, улица Ульяновская 44, улица Лынькова 33, Горелика 57, Горелика 59 и Западная 22. Работники бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают свой профессиональный праздник. Лучших в своем деле честуют во Дворце искусств. Дипломы благодарности и цветы получают больше 70 человек. Ведь сферы, которая была бы к людям ближе, пожалуй, и не найти. Именно на ней завязаны многие элементы нашей повседневной жизни. Я благодарна, в первую очередь, нашему руководству. У нас предприятия очень, руководители предприятия очень хорошие. Очень приятно, конечно. И вообще, этот праздник, лично для меня, он как Новый год. В прошедшем году предприятия ЖКХ города Бобруйска выполнили все показатели, установленные программой «Комфортное жилье и благоприятная среда». Сработали, я считаю, успешно. Но нету, как говорится, точки, остановки. Нужно двигаться вперед. Поэтому планы у нас самые грандиозные. В этом году продолжить работу и сделать еще больше на благо жителей нашего города. Отрасли модернизируются, внедряются современные механизмы и технологии. К 2025-му в стране все потребители будут использовать воду из подземных источников хорошего качества. Такая задача реализуется с помощью госпрограммы. Начиная с 2016-го возведено свыше тысячи станций обезжелезования. На этот год запланировано строительство еще 147. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Неутихающая боль. В стране на неделе почтили память жертв Хатыни. В этот день у братской могилы советских военнопленных, где покоятся 18 тысяч сожженных и расстрелянных солдат, собираются бабручане. Кровавая трагедия отпечатывается в сердце каждого. Затем благодарные потомки отправляются в Борке. Здесь 15 июня 1942-го происходит одна из самых крупных карательных операций нацистов. Погибают свыше двух тысяч человек. Это величайшая трагедия. Это святое место для нас всех. И когда находишься здесь еще острее, воспринимаешь такие слова, как мир, спокойствие, созидание. И надо делать все для того, чтобы не происходило тех страшных трагедий, которые произошли в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, это не одна деревня, которая сожжена. На территории Могилевской области больше, чем 112 деревень. И сколько там погибло жителей. Великая Отечественная для Синеокой испепеляющий напалм. За время оккупации фашисты проводят более 140 карательных экспедиций и разрушают 2900 сел. 628 сжигают вместе жителями. И пока одни замирают в минуте молчания, другие, кажется, не сознают всей боли потерь. В Бобруйской задержана группа молодых людей, которая продвигала идеи экстремизма и неонацизма через соцсети и телеграм-каналы. Кто-то подумает, что это баловство, юношеский максимализм или протест против правил. Но у дозволенного есть рамки. Те, кто нарушил границы, отвечают по всей строгости закона. Это не кадры жестокого фильма о реалии бобруйских подростков, тех, кто борется с так называемыми отбросами общества, представителями неславянской внешности и теми, кто по субъективным меркам не вышел лицом или действием. Толпа малолеток, среди которых немало девочек, ведет чужака в укромное место. Вершится масуд. Группа школьников – участники неонацистского телеграм-канала. Свастика, зигывание и гитлеровское приветствие им вовсе не кажутся чем-то бесчеловечным и чуждым. Напротив, как будто победы над фашистской Германией и не бывало, словно та война не унесла каждого третьего. Повернись-ка мне. Покажи привет. Вот такой вот привет. Классный. Красавец. Голос за кадром – один из администраторов того самого телеграм-канала. Последователь и ярый поклонник русского скинхеда неонациста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Создателя запрещенных экстремистских организаций и автора проекта «Окупай педофиля» и подростки называют своим идейным вдохновителем. Я, Железов, Егор Владимирович, в 2020 году начал поддерживать нацистскую идею, в связи с чем стыдно в группу. Стал там администратором, кидал фотки Адольфа Гитлера. Я раскаиваюсь. Ненавижу нацизм, ненавижу фашизм, уважаю ветеранов. Контент телеграм-канала не для слабонервных. Школьники шутят над жестокостью и обсуждают, где взять оружие. А это уже тот самый главный антигерой ролика, что зачитывает приговор на самосуде. Только вот там, за гаражами, в кругу своих, он гораздо смелее, чем на допросе. Нет больше неуверенности, не единомышленников. Начат административный процесс. Дети в панике, родители в ужасе. Фамилия? Фамилия? Березкин Артем Александрович. Я Березкин Артем Александрович. 10.05.2004 года рождения. Уреженец города Бугрузка. Создал три группы в телеграме, где постил неонацистские фото и фото батальона Азов. Также создал ТикТок, где пропагандировал действия, украинских военных, где они расправлялись над российскими военными. Затуманенный рассудок, извращенное сознание или очередной ход западных спецслужб. Попытки дестабилизировать ситуацию в 2020-м оказываются тщетными. Те, кто поддаются влиянию, отвечают по всей строгости закона. Теперь же манипуляторы действуют через психологически незрелых. Иначе как объяснить сомнительный авторитет покончившего собой неонациста? Взять даже последнее модное течение ЧВК Рёдан. Сегодня подростки просто одеваются, как преступная группировка из японской мультипликации, завтра соответствуют ей по всем параметрам. Решают вопросы с помощью кулаков и объявляют войну радикальным фанатам, скинхедам и мигрантам. Что касается участников нацистских и экстремистских телеграм-каналов, все они задержаны. С ними сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены и родители. Впрочем, некоторые уже сделали переоценку ценности и встали на путь исправления. В прошлой жизни я придерживался нацистских взглядов, распространял нацистскую символику. И сейчас я понял, как глубоко я ошибался. Я приехал в город Минск, чтобы прикоснуться к прошлому. Этот памятник сделали в честь советских солдат, которые воевали против фашистов. Молодое поколение не должны допустить, чтобы коричневая чума вновь втупила на белорусские земли. Я был привлечен к административной ответственности за распространение нацистской символики. Сейчас я понял, что был неправ. Поэтому решил искупить вину и отдать дань памяти своим дедам и прадедам, которые воевали с нацистами. Противоправными действиями больше заниматься не буду. Своих сверстников призываю поступить так же. Героизация нацизма, подмена понятий и переписывание истории – это точно не про белорусов. Подвигу народа жить в веках. Жестокие протесты, масштабная стройка и системный крах. Крупные компании переводят деньги из банков США в ЕС. Из-за чего? Далее громкие заголовки мировых новостей. Протесты против пенсионной реформы во Франции становятся все более массовыми и агрессивными. По данным профсоюзов, на улицы вышли более 3,5 миллионов человек. Манифестанты выстроили баррикады и устроили жесткие стычки с полицией. В силовиков летели петарды. В ответ дубинки – слезоточивый газ и аресты. Задержаны уже более 800 митингующих. Фактически ежедневные забастовки привели к коллапсу экономики, энергетики и транспорта. Международный валютный фонд одобрил предоставление Шри-Ланке кредита на 3 миллиарда долларов, чтобы помочь спасти обанкротившуюся экономику. В прошлом году государство приостановило выплату внешнего долга в 50 миллиардов. Серьезный кризис вызван падением доходов от туризма и экспорта из-за пандемии COVID-19. Со снятием санитарных ограничений по всему миру турпоток постепенно восстанавливается. В этом году страна планирует принять более полутора миллионов гостей. В пострадавших от землетрясений районах Турции начали строить новые дома. Первые фундаменты заложили в четверг. В церемонии участвовал президент Эрдоган. Сначала планируют возвести 18 тысяч зданий. Позже их количество увеличится до 650 тысяч. Ожидается, что основные работы завершатся в течение года. Кроме того, до конца апреля установят 100 тысяч жилищ контейнерного типа. Напомним, общий ущерб от стихийного бедствия превысил 105 миллиардов долларов. Крупные компании переводят деньги из банков США и ЕС в развивающиеся страны. Причиной тому стали опасения из-за возможного банкротства американской системы, управляющие озабочены высокими ставками доллара и рисками глобального снижения темпов развития экономики. Угроза разорения нависла над более чем сотней финансовых учреждений. Они рискуют повторить судьбу Silicon Valley, который недавно потерпел крах. В Японии начался сезон ханами – традиция любования цветами сакуры. В тайкийских парках собираются сотни посетителей. Посмотреть природную красоту приезжают не только местные жители, но и многочисленные туристы. Праздник отмечают в стране восходящего солнца уже 1200 лет. Правда, пандемия ненадолго нарушила красивый обычай. В последние три года в столичных скверах были запрещены вечеринки и пикники. Теперь ограничения сняли. Современные силуэты забытых столетий. Белорусские магазины пополнились весенними коллекциями. Ослепительные белые, новая готика, прозрачные мотивы и свободный деним. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить двубортные жакеты объемного кроя, смокинги и костюмы тройки. О ключевых трендах – Елизавета Липеева. Весна – время обновлений не только для природы, но и для гардероба. Верхняя одежда, как обложка книги, способна привлечь внимание. В универмаге белорусские дизайнеры предлагают широкий выбор актуальных моделей. Среди оттенков – насыщенные фуксия, ультрамарин, капучино и изумруд. Размерный ряд – от 42 до 58. Цены – от 150 до 300 рублей. Также представлена мужская коллекция, большой ассортимент мужских товаров – куртки, жакеты, жилеты, рубашки. Очень доступные цены – от 150 рублей куртки, жилеты до 200. Менять наряд ежедневно можно с помощью нескольких аксессуаров. В тренде сейчас объемные серьги, жемчуг, чокеры и цепи. Главное – соблюдать меру и не перегружать портретную зону украшениями. Сумка или платок могут вдохнуть новые краски, подчеркнуть индивидуальность и стать завершающим акцентом. Очень нравится здесь, потому что вот если хочешь что-то выбрать такое яркое, свеженькое на весну, вот идешь сюда, здесь глаза разбегаются. Поэтому цены приемлемые, качество очень хорошее. Здесь пошив изделий просто великолепные. Притягивать заинтересованные взгляды окружающих поможет и новая коллекция славянки. Мастхэв весеннего гардероба – тренч. Его можно приобрести за 120-150 рублей. При выборе пальто стоит отдавать предпочтение моделям свободного и прямого кроя с большим V-образным вырезом. А длина миди станет отличным дополнением как для нарядных, так и повседневных образов. Сочетание универсальности и элегантности. Стеганое пальто по-прежнему в тренде. Модели представлены в различных расцветках – от пастельных до огненно-красного. Полиэстер неприхотлив в уходе. Цена новинки – 156 рублей. Мужчинам на весну предлагают куртки и плащи в классических оттенках синего, зеленого и черного. Уклон на удобство и лаконичность. Для детей необычные принты, расклешенные модели пальто, напоминающие платье. Комфортная верхняя одежда насыщенных цветов обойдется в 60-120 рублей. В основном стараемся брать свое, белорусское. Знаете, надежность. Смотришь, 48 на штрих вот этом, вот все свое, значит, можно брать. В погоне за трендами не стоит забывать об уникальности. Экспериментируйте со стилем и не бойтесь самовыражаться при помощи необычных элементов гардероба. Современная мода дает огромный простор для реализации самых смелых фантазий. А искать вдохновение при создании эффектных образов можно на показах всемирно известных брендов. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Станислав Чечерин. Итоги недели. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин